Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем свою работу в прямом эфире. И темой сегодняшнего эфира будет премия губернатора нашей Подмосковья. Эта премия была учреждена в 2013 году губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. И за время проведения конкурсов, уже 4 года этот конкурс проводится, в более 80 тысяч проектов увидели, так скажем, свет. И 8 тысяч заявителей получили премии в размере до 500 тысяч рублей. Премия была нацелена на то, чтобы поддержать социально значимые проекты. И в нашей студии сегодня координатор от администрации по проекту «Наша Подмосковья» Светлана Михайловна Чернышева. Здравствуйте! Здравствуйте! Я немножко так представила эту премию, Светлана Михайловна. Но я думаю, что вы нам сегодня подробно расскажете и о том, какая она была за эти 4 года, как наш район выглядел на фоне других районов, сколько у нас было участников, сколько победителей. Такой маленький итог. Мне бы хотелось с этого начать. Хорошо. Спасибо, что вы пригласили меня, Татьяна, в студии, потому что сегодня такая дождливая погода. Вы знаете, я думаю, что у телевизоров сегодня много жителей Ленинского муниципального района. И всем будет интересно, наверное, узнать об этой премии добрых дел. Вот действительно, так ее сейчас вот называют, и люди так называют. Это очень хорошо. Да, статистика уже появилась за эти 4 года. В этом году, в общем-то, премия юбилейный год, пятый год. Вот вы знаете, Ленинский район за эти годы на премию представил более 1700 проектов. И вы знаете, это вот не просто вот цифра, что много, мало. Вы знаете, ведь что приятно, что греет сердце, то, что победителями стали проекты каждый десятый. Представляете, десятый победитель. Всего за 4 года от Ленинского района жители наши получили 182 премии. А вот в денежном выражении, если все это суммировать за 4 года, все 182 премии, знаете, сколько получается денег? Не представляю. Очень приличная сумма. 13 миллионов рублей. Практически 13 миллионов. Я очень рада за тех, кто получил эту премию за свои дела. Это ведь не грант, понимаете? Грант нужно обязательно потратить на реализацию проекта, который запланирован, придумал. А премия, она может быть израсходована по своему усмотрению. Но я думаю, в любом случае люди, которые получили эту премию, они вложили в дальнейшее развитие своего проекта. Ну, большая часть победителей, лауреатов премии так и сделали, конечно. Вы, наверное, и это отслеживаете. Делятся с вами. Делятся, конечно, делятся. Потому что, вы знаете, когда начинаешь работать с людьми, когда открываешь для себя кого-то, люди становятся настолько интересными. Уже, ну, как-то так вот получается, что потом уже продолжаются отношения, где-то дружеские. Ну, очень приятно. Очень приятно открывать для себя людей. Таких добрых людей. Я забыла напомнить об одной важной детали. Можно сегодня звонить к нам на эфир, задавать вопросы. И тем людям, которые уже принимали участие в премии нашей в Подмосковье. Так же и тем, кто впервые хочет. Возможно, есть какие-то вопросы. Светлана Михайловна, наверное, сейчас у нас такой человек в районе, который может ответить на все вопросы. Да, если смогу. Я думаю, да. Потому что вы же координатор, вы же помощник в этих делах. Да, кое-что знаю. Те, кто пробует себя. Конечно. Я думаю, чтобы вот несколько слов еще хотелось бы услышать о тех проектах особенных, которые, возможно, запомнились вам. Я, как журналист, я тоже видела эти проекты многие. Мы снимали о них сюжеты. У нас есть ряд сюжетов в разные годы. Вот что вам запомнилось особенно? Ну, мне запомнились какие проекты. Да, вы про них показывали. Вот инициативная группа жителей деревни Жапкина, например. Это наши сельчане, правильно? Неравнодушные люди. Группа, человек 15, наверное, собрались и почистили свой пруд, сделали, оборудовали зону отдыха у себя в деревне. Привлекли других жителей, которые раньше не обращали внимания, в как, в каких условиях они живут, как отдыхают. А сейчас там чистота и прелесть. И они ведь рыбу туда запускают очень много. Потом ловят с удочками. Прекрасный отдых. Кто-то бы сказал, наверное, что зачем это надо, да? Ну, ладно там, даже если ты тут живешь. Но ведь это же и деньги, да, личные. Это в тонкое дело. Они потратили свои личные деньги. Потом, когда получили премию, они и в 2015 году получили, и в 2016 году тоже, правда, поменьше уже. Они все деньги вложили, вот буквально, ну, больше даже, чем получили. Получили они 100 тысяч, кажется, и 50 еще дополнительно. Вот, наверное, когда мы говорим о патриотизме, да, наверное, вот это как раз оно и есть. Тот самый патриотизм. Я думаю, что да. А вы знаете, Татьяна, вот вы еще открыли одну звездочку. А потом я уже подхватила у вас эстафету и убедила эту женщину, Юлию Белородову, Юлию Евгеньевну, участвовать в конкурсе «Наша Подмосковья». Помните про жительницу Петрушина, про которую вы сняли фильм, вы ее первое увидели? Ну, действительно, я признаюсь, что действительно меня удивила вот эта деревня, такая вроде современная, но, с другой стороны, такая дружная. Откуда не хотелось уезжать, когда мы снимали, там было замечательно. Вот проект Юлии назывался «Традиции моей деревни». Вы же знаете, что они всем селом организовывают праздники, проводят. Театрализованные масленицы, Рождество. Это очень объединяет всех жителей села. Ну, это вот мы сказали о двух проектах сельчан. Ну, и горожане тоже у нас активно принимают участие в реализации этого проекта, премии «Наша Подмосковья». Вы знаете, из горожан я бы хотела отметить парня одного, Максим Качанов такой. Он, вы знаете, в 2016 году завоевал вторую премию. В 2015 участвовал, но как-то вот не обратили внимания на его проект. Знаете, он сделал велопарковки возле всех школ города Витмена. И об этом мы тоже снимали. И об этом снимали. Здорово. То есть вам тоже нравятся эти проекты. Мы, наверное, тоже как-то пытаемся, знаете, отделить озер на отплеве и найти вот самое интересное. Потом из горожан, но про Ольгу Алексеевну Пашкову я не могу не сказать. Микрорайон Солнечный, Тимоховский овраг, те игровые площадки, которые она сделала, библиотеку, столы для настольных игр. Вы понимаете, 15 лет ту зелень, которую она вырастила, вы понимаете, она просто радует глаз всем жителям города Витмена. Микрорайона Солнечного. Солана Михайловна, вы сказали, что вот я убедила, да, участвовать. То есть приходится убеждать кого-то, да? Ну, конечно. Люди бывают скромные, стесняются и говорят, да чего я особенного такого сделал, да не буду я, да не надо мне. Потом, наверное, все-таки они понимают, что насколько это важно. Ну, да, конечно. Я предлагаю посмотреть сюжет об одном мероприятии, он проходил в рамках декады инвалидов в декабре прошлого года еще. Я думаю, что, возможно, даже телезрители этот сюжет запомнили, это мероприятие, те, кто там был. Там не говорится о проекте каком-то определенном нашего Подмосковья, но люди, главные герои, участники этого сюжета, они как раз вот автор, один человек там, автор этого одного из проектов нашей Подмосковья. Давайте посмотрим этот сюжет и потом продолжим. С удовольствием. Случайно попавший сюда человек, хотя случайных людей здесь не было, наверное, и не сразу понял бы, что происходит. Масса веселящихся мальчишек и девчонок. Одни весело отжигают на танцполе у сцены, другие увлечены самыми всевозможными занятиями. Кто в шахматы играет, кто наводит макияж, кто учится рисовать на песке. И только внимательный наблюдатель заметит, что многие из этих молодых людей сидят в инвалидных колясках, а если и ходят, то с определенными трудностями. Что же здесь происходит? Сегодня состоялось интерактивное мероприятие «Ты можешь больше», когда собрались люди как с инвалидностью, так и без инвалидности. Но возраста от нуля до бесконечности. То есть мы создали то условие, где люди не испытывают никаких границ. Когда мы можем заниматься вместе спортом, смотреть фильмы, рисовать. Основная цель мероприятия – дать людям с ограниченными возможностями дополнительную мотивацию для преодоления жизненных трудностей. А их в жизни инвалидов хватает. Недаром девизом нынешнего праздника стали слова «Ты можешь больше». Живое воплощение этого девиза – Вероника Калинина и Сергей Семайкин. Они – бронзовые призеры чемпионата мира по пара карате. Нынешнее мероприятие для них – не просто повод для показательных выступлений. Я, например, на этом празднике уже двум-трем мамам с детьми, которые имеют инвалидность, я дал визитки. У нас есть очень большая группа, где дети выступают по пара карате с 7 лет. И есть многие ребята, которые не могли ходить ногами, но за счет тренировок пара карате стали ходить сами. Незаметно в зале появляется глава Ленинского района. Он успевает как раз к концерту, который подготовили сами инвалиды. Ему и предоставили вступительное слово перед праздничной программой. Я вижу, какое количество здесь мальчишек, девчонок, взрослых людей пришли. Кто-то с мамами, с папами, которые, преодолевая себя, ежедневно показывают своим примером истинный героизм и пример того, что они могут многое. Настоящими звездами концерта стали воспитанники Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко». Начались выступления именно с их бравого танца, которым незаметно для зрителей руководил педагог Максим Рябцев. Да и потом выход этого коллектива ведущие объявляли несколько раз. Даже на общение с прессой времени не было совершенно. У нас есть несколько народных танцев, еще дети занимаются как педагог с пением, то есть, в принципе, репертуар у нас большой. Как вы оцениваете, как часто стоит проводить такие мероприятия, а в чем их основные? Я думаю, чем больше. Извините, нам сейчас нужно заряжаться. Чем чаще, тем лучше, я считаю. Те, кто принимал участие в организации мероприятия, отмечали, что праздник удался на славу. Впрочем, это было понятно всем, кто сегодня пришел во дворец спорта «Видное». Уже существуют планы проводить подобные встречи на постоянной основе и использовать при организации самые необычные форматы. Но делиться будущими задумками организаторы не спешат. Это первое мероприятие совместное с администрацией Ленинского района, которое, мне кажется, прошло успешно, очень душевно и очень искренне все прошло. Поэтому, мне кажется, это первый шаг, а там дальше посмотрим. Будем надеяться, что эта прекрасная традиция будет развиваться. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну, за время сюжета к нам присоединилась гостья, еще одна, Ольга Вавилова, одна из участниц сюжета и лауреат премии «Наши Подмосковья-2016». Ольга, здравствуйте, расскажите нам поскорее о своем проекте. Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, Светлана, здравствуйте, добрые зрители. Мой проект, это благотворительный проект, 3D делом добрые дела. Он был в номинации в 2016 году «Доброе сердце». Почему заметили? Ну, наверное, потому что это часть моей жизни, которую я решила показать. То есть это не просто проект, и мотивацией создания этого своего собственного благотворительного проекта повлияла травма колена. И летом 2015 года я решила быть примером, что, вопреки всему, можно делать добрые дела ежедневно и мотивировать других. Соответственно, копилка добрых дел пополнялась. И летом 2016 году я стала сначала финалисткой всероссийского конкурса социально активных девушек «Мисс Молодежь». Из 5000 участниц со всей России мы, 33 участницы, вышли в финал, и вот мой проект стал победителем, пошел в десятку. Поэтому, когда я уже узнала чисто случайно премии «Наши Подмосковья», то я решилась подать заявку, но ожидание, что в первый раз ты можешь претендовать на какое-то признание. Я бы даже не сказала, что это награда, что тебя даже заметят, потому что поток добрых, интересных инициатив очень много. И для меня самое главное было познакомиться с этими людьми, быть в одной атмосфере. И я благодарна Светлане, потому что это еще больше меня мотивировало делать. И вот уже даже, мы же даже не знали, что мы выиграли. То есть мы пришли на вручение, на церемонию, мы не знали, какая степень у нас. И то, что у меня была вторая степень, для меня это стало неожиданностью. Но самым главным был подарком это знакомство и тот процесс сам. Поэтому те добрые дела, которые я делала, а делала я за год много благотворительных концертов. Я психолог, делала тематические тренинги и разные акции для детей с инвалидностью без. То есть создаваемую инклюзивную среду. Но мне помогал, наверное, мой предыдущий опыт, 10-летний, потому что я занималась благотворительностью 10 лет до начала своего собственного благотворительного проекта. И я являлась тренером лидеров России с инвалидностью и без. Поэтому для меня было легко адаптироваться в новых условиях и создавать уже, не взначай, какие-то добрые мероприятия. Скажите, Ольга, самое, так скажем, то доброе дело, которое вам больше всего запомнилось? Может быть, есть такое самое любимое, о котором хочется рассказать? Ну, наверное, я так не выделяю, потому что нет доброго дела, которое теплее или роднее. Другое дело, что есть, наверное, те шаги, которые более услышаны и зафиксированы аудиторией. Это, наверное, я признаюсь нашим зрителям, что это наша шутка, но большинство жителей Ленинского района это воспринимают серьезно. Я являюсь концертным директором Максима Панова, звездочки. Знаем, а Максима, в общем, у нас много точек соприкосновения, вы заметили это? Да, конечно, конечно. Это мы в шутку говорим, что концертный директор, потому что моя задача помогать не только семьям, с детьми, с особенностью в развитии, поддержать их, когда они оказались в сложной жизненной ситуации, но и поддержать развитие их талантов. Поэтому вот Максима, ну, может быть, из-за моей какой-то инициативы, что я организовываю ему разные концерты. А почему вы вот взялись за него? Вы что-то в нем увидели? Да, конечно. Ну, мне кажется, те, кто общался с Максимом, понимают, что он передает такой чистый искренний импульс от сердца к сердцу. И, ну, у него действительно есть харизма, и он через свое исполнение, он поет, кто не знает, Максим и Татьяна Ивановна, это бабушка Максима, здравствуйте. Вот, пользуйтесь случаем. Поэтому так было искренне подхвачено. То есть я же могла предлагать выступление Максиму на площадках разных, но могли бы не соглашаться, а нас потом стали приглашать. Уже мне звонили, и мы уже даже выбирали, куда поехать, вот, где открыть, что... Я так понимаю, что вы теперь чувствуете ответственность за его... Я всегда чувствую ответственность, а с Максимом в особенности, да. Оля, а вы вот знаете, наверное, о том, что у нас летом, в июне, будет региональный такой фестиваль творчества инвалидов. Я думаю, что вы будете каким-то образом принимать участие. И Максима можно привлечь. У нас уже выявляются еще таланты, то есть это вот уже дело будущего. Ну, сейчас фактически уже договорились. А у нас всегда процесс такой, это динамика здесь и сейчас. То есть нету такого, о чем мы долго говорим и не делаем. То есть по факту встретились, обсудили, сделали. Светлана Михайловна, вам этот проект запомнился? Да, запомнился. Я целую ночь, Оль, вот вы для меня открытие прошлого года, премии прошлого года. Я целую ночь читала ваш проект, я не могла оторваться, потом сказала, покажите мне этого человека. И таким образом я узнала, где вы работаете, как вы живете, познакомилась с вами, а потом вам уже и позвонила, и потом мы уже стали общаться. И вы знаете, Татьяна, что завораживает в работе в этом направлении? Вы знаете, люди встречаются, какое-то создается сообщество между участниками конкурса нашей Подмосковья, правда, Оль? Вы тоже ведь со многими уже познакомились. И как-то одни люди вливаются в проекты других людей, вы знаете, одни привлекают других для участия в каких-то мероприятиях или в делах, которые они сами делают. В общем, это цепочка добра, которая вот так, Оля, да, цепочка, этим заражаешься. Светлана Михайловна, причем даже нету границ, житель ты какого района. Да, конечно. Вот ролик, который мы видели, так посчастливилось, что откликнулись приехать представители, которые представляют и Подольск, и из Красногорска. И здесь важно заразить, наверное, идеи. А чтобы заразить идеи, нужна платформа, где ты можешь озвучить. И как раз огромная благодарность организаторам премии «Губернатор нашей Подмосковья», потому что это не только уникальная сама площадка, где ты можешь заявить о себе, где ты можешь познакомиться с единомышленниками и создавать их в последующем. Будешь ты участвовать, не будешь участвовать, да, это даже не играет роли. А ты уже познакомился с людьми, с которыми ты можешь потом дистанционно общаться и создавать что-то. И плюс сам процесс, насколько искренне зрители нас заметили, насколько мы эмоционально и тепло, и с Славой Михайловной, и общаемся и сейчас. И это всегда такой живой эмоциональный и дуэт, и какая-то команда, потому что в этом году, наверное, вы чуть позже расскажете. Вот вы настолько, я скажу слово «заразилась», да, «заражаются», вы тоже заразились этой идеей, потому что я знаю, что и в этом году вы ведь уже, наверное, одной из первых, да, если не первая. Первая. Первая, да? Первая, кто зарегистрировала свой проект от жителей Ленинского района. Уже в этом году. Да, это так. Это другой проект или это тот же, только более какой-то расширенный, масштабный? Это проект, который называется «Добрый дом 3D». Когда я почувствовала, что в Ленинском районе есть добрые люди, их много, когда мой призыв услышали, то я поняла, что добрые дела надо делать стабильно, и люди знали бы, куда они могут прийти, помочь, что-то передать, потому что некоторым семьям мы передаем и еду, и вещи, какие-то, может быть, игрушки. То есть то, что мы не фиксируем в социальных сетях, но процесс добрый всегда идет 24 часа в сутки. Поэтому моя мечта появилась создать доброе пространство, в котором бы мы собирались и создавали ежедневно какие-то добрые традиции свои, семьи с детьми с инвалидностью, и приглашали бы разных экспертов. И я как психолог бы занималась еженедельно с детьми на благотворительной основе, потому что очень остро стоит вопрос оказания услуг на бюджетной основе, на благотворительной основе, на качестве услуг. И поэтому, раз у нас такой контакт состоялся, мне важно было стабильно создать площадь. И за этот год я создала это пространство октября 2016 года, существует наш добрый дом, мы занимаемся еженедельно. Но создавала я его до того, как я узнала, что я была признана в премии губернатора. Поэтому сейчас мне просто хотелось бы поделиться, чтобы в будущем делали, может быть, уже фестивали большие. Я понимаю, что вы можете говорить об этом, наверное, бесконечно. У нас рамки эфира немножко ограничены, но нам еще нужно много сказать. Я единственное хотела бы попросить вас, как уже опытного участника премии нашей Подмосковью, призвать тех, кто еще не подал заявку в этом году, и кто вообще имеет проекты, но, может быть, по каким-то причинам не чувствует сил каких-то в себе. Да, считает, может быть, что это не проект, а просто так вот доброе дело. Не называют это проектом. Да, призовите. Дорогие жители Ленинского района, все реально, если вы хотите, если вы делаете от души, с профессионализмом, потому что я представляю номинацию «Доброе сердце», есть и другие номинации, главное вам ознакомиться более подробно, и сегодняшний эфир вам в этом поможет, и звонки, и сайты. Но самое главное, это для меня уже я с уверенностью могу сказать, что это обязательный этап принятия участия в премию «Губернатор нашей Подмосковья», потому что когда ты встречаешься с единомышленниками, ты усиливаешь свое доброе дело, свои, может быть, идеи ты продвигаешь. Поэтому подавайте заявку на премию «Губернатор нашей Подмосковья-2017», и ваш мир станет добрее. Ольга, спасибо вам огромное. Ирина, ну вот пока вы говорили, пока вы у нас были, буквально 10 минут, вопрос к вам поступил. Что вас подвигло на работу с инвалидами, Ирина спрашивает. Ирина, спасибо за вопрос. Я являюсь специальным психологом, и будучи сама ребенком, оказавшись в сложной ситуации, когда тоже у меня была болезнь определенная, я понимала, что я могу, и хочу, и знаю, как помогать. Понимаете этих людей. Да, поэтому... Понятно. Спасибо большое. В этом году изменилось многое в премии «Наши Подмосковья», и прежде чем перейти к этой большой интересной теме, я предлагаю посмотреть ролик. Да. Смотрим ролик. Ежегодные премии губернатора Московской области «Наши Подмосковья» были учреждены Андреем Юрьевичем Воробьевым в 2013 году с целью поощрения социальной активности и проявления гражданской инициативы жителей Московской области. Премия родилась благодаря жителям. Премия «Наша Подмосковья» родилась благодаря неравнодушным людям, которые, несмотря на свои хлопоты, на свою занятость, на безумный быстротечный мир, находят время дарить добро. В 2017 году премия проходит уже в пятый раз. Она претерпела существенные изменения, хотя призовой фонд остался неизменным. 180 миллионов рублей, которые вручаются за добрые дела, сделанные в Подмосковье. За время проведения премии были уже награждены 7952 лауреата из авторов более чем 80 тысяч поданных проектов. В этом году будут вручены 1818 наград. Для участия в премии вам необходимо зарегистрироваться на сайте «нашедефисподмосковье.рф». После одобрения анкеты вы можете подать свой проект или присоединиться в качестве участника инициативной группы проекта. Каждый соискатель может заявить только один проект. Заявки на участие принимаются с 25 апреля по 24 июня 2017 года. Проекты подаются в категории в зависимости от количества участников, вовлеченных в реализацию проекта. Это сделано для того, чтобы у всех проектов были равные возможности на победу, чтобы они соревновались в своих весовых категориях. Категория «Инициатива» — количество членов инициативной группы, реализующей проект от 1 до 15 человек. Категория «Команда» — от 16 до 50 человек. Категория «Объединение» — от 51 до 100 человек. Категория «Сообщество» — свыше 100 человек, участвующих в проекте. В каждой категории принимаются проекты, направленные на работу с молодежью и развитие массового и дворового спорта, развитие науки и информационных технологий, работа по патриотическому воспитанию и общественный контроль, развитие волонтерской деятельности и благотворительность, охрана окружающей среды и создания приютов, развитие краеведения и сохранение объектов культурного наследия. До 9 июля к проекту на сайте должны присоединиться остальные его участники в соответствии с выбранной категорией подачи проекта. В июле и августе в муниципалитетах пройдут обязательные презентации проектов, на которых соискатели расскажут представителям Совета по присуждению ежегодных премий о целях и основных достижениях своих проектов. Дополнительную информацию об условиях участия вы можете найти в разделе «О премии» на официальном сайте нашедефисподмосковья.рф Ну, теперь, Светлана Михайловна, я предлагаю все разобрать по порядку, тем более, что поступил вопрос от Дмитрия, нашего зрителя, какие условия участия в этом году. Я так поняла, что изменилось очень многое. И вот скажите, номинации-то остались непонятные? Нет, Татьяна, номинаций теперь и в этом году больше не будет. Вот ранее было 10 номинаций. Олечка принимала участие в том году в премии в номинации «Доброе сердце». Сейчас номинации нет. Что будет? А вот сейчас в ролике показывали о том, что сейчас будут проекты соревноваться в четырех категориях. Самое по количеству участников проекта, членов инициативной группы. Вот первая категория – это инициатива. Там от одного человека до 15. Вы знаете, премия. Здесь очень много премий. Знаете, тысячи премий по 50 тысяч рублей будет в этой категории. Но одна главная премия, ее кто-то один заработает, получит. Премия главная будет 200 тысяч рублей в этой категории. Чем больше членов инициативной группы, тем выше будут денежные вознаграждения. А сколько может быть максимум? Сейчас расскажу. Самая большая – это четвертая категория – сообщество. Вы там, представляете, в реализации проекта принимать участие должны более 100 человек. Это такой масштаб. Там главная премия, которую один проект завоюет – 500 тысяч рублей, полмиллиона. Представляете? Это отличные деньги, если их вложить в какое-то действительно хорошее тело. Конечно, конечно. Но можно их и на 100 человек, например, или на более 100 человек разделить, конечно. Также в этой категории, в большой, где много участников, будет еще 10 премий по 300 тысяч рублей. Всего в этом году премий будет 1818. Вот средние категории – команда и дальше объединение. В команде количество участников может быть от 16 до 50. Здесь тоже много премий. 700 премий по 150 тысяч рублей можно завоевать. Но главная премия – 300 тысяч рублей. В данной будет номинация. И вот от 51 человека до 100, когда инициативная группа, то называется эта категория «объединение». Там 100 премий по 200 тысяч рублей и одна премия, главное, 400 тысяч рублей. Вот так в этом году будет. А призовой фонд, кстати, все пятый год, он не меняется. Вот как с 2013 года он был объявлен, 180 миллионов рублей, так вот и в этом году. И даже те годы, когда были финансовые трудности в Подмосковье, все равно призовой фонд оставался. Потому что все понимают значимость того, значимость этой премии, значимость добрых дел, которые люди делают от чистой души, от чистого сердца. Хотелось бы узнать, кто может стать участником проекта? Кто может стать участником проекта? Любой человек, гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет, который зарегистрирован постоянно или временно на территории Московской области. Вот он может подать заявку. Ну, в каком случае? Естественно, что если он реализует социально значимый проект, и если его проект или уже реализация его завершена. Также на территории области? Также на территории Московской области, да. Или еще, возможно, также, что проект находится, еще не завершился, но находится в стадии реализации. А члены инициативной группы, они тоже все должны быть жителями Подмосковья? Вы вот знаете, такой вот вопрос. Вот в постановлении губернатора строгие требования предъявляются только к соискателю премии, к автору. Тот, кто будет подавать заявку, тому должно быть действительно 18 лет, и он должен обязательно быть постоянно зарегистрирован здесь или иметь свидетельство о временной регистрации на территории Московской области. Вот, вы знаете, таких требований к членам инициативной группы не предъявляется. Я знаю, что они могут быть даже младше, 18 лет ведь, да? Ну, конечно, они могут быть и младше 18 лет, они могут быть школьниками, но обязательно, чтобы им было хотя бы 14 лет, чтобы у них был паспорт. И я думаю, что проектов с участием таких ребят будет достаточно много, потому что у нас Ленинский район, он зеленый, много деревень, много бабушек, дедушек, кто-то приезжает сюда отдыхать из других регионов, может быть. Вот если из нашего опыта у нас какая категория возрастная все-таки более активная, больше проектов представлена? Поняла я ваш вопрос. Татьяна, вот вы знаете, я хочу вам сказать, что анализируя какие-то статистические данные, вот вы знаете, у нас все-таки в Ленинском районе как-то распределяются интересы, вы знаете, достаточно равномерно. У нас много и проектов молодежи, и людей среднего возраста, и у нас очень активно и та группа пожилых людей уже. А вот самый взрослый, так скажем. Не буду говорить самый старенький, а самый взрослый участник. Вы знаете, они тоже активны. Ну, конечно, им требуется помощь для того, чтобы как-то заявку оформить. Ну, такую помощь мы готовы предоставить. Ну, они с компьютером, конечно, сами же вы понимаете. Ну, вот помните, на памяти на вашей есть кто-то самый взрослый? Самый взрослый. Вот вы знаете, радуюсь за то, что в том году за проект о памяти премии была вручена Соколовой Александре Григорьевне, жительнице Суханово, Булатниковское сельское поселение. Вы знаете, она ухаживает за памятниками этого первого. За памятником воинам. И она изучила всю историю всех участников войны из этой местности. Понимаете, она очень много публикуется в районной газете, в различных альбанахах. Есть заметки в каких-то сборниках, которые в районе издавались. Это хорошее дело. Это память, она не дает умереть памяти, она передает эту память другим поколениям. Это здорово. Очень. Наша Подмосковья не знает о возрастных границах, ну, начиная с 18 лет. Не знают, не знают. А вот житель села Остров, который опубликовал, его фамилия Вавилов, Виктор Васильевич, я не ошиблась в свое число. Викулов, наверное. Да, Викулов. Он издал тоже сборник рассказов о селе Остров, собрав всю историю. Известный историк. Я тоже была очень рада. Я хочу дальше перейти более подробно к тому, как нужно подать заявку правильно. Как правильно подать заявку? Ну, вот вы знаете, правильно подать заявку, самое главное теперь не опоздать, потому что в этом году немного сроки, понимаете, сдвинулись. И завершится прием заявок у нас 24 июня. Так, 24 июня. Июня, да. То есть начался прием раньше в этом году? Ну, нет, не раньше. Нет, все-таки. Просто вот сделали так два месяца. Вот вы знаете, еще про категории. Видите, как поменялось, номинаций нет, теперь категории. Вы знаете, закончится конкурс пораньше, но итоги этого конкурса будут подводиться на протяжении 90 дней. Экспертная комиссия, которая утверждена губернатором, будет рассматривать все эти проекты. Она будет привлекать экспертная комиссия к работе представителей муниципальных общественных палат, например, или преподавателей вузов различных, московских, региональных, других известных людей в помощь к анализу. В этом году также будет обязательно совершенно проведение презентации проектов, понимаете? В прошлом году тоже было, только желающие принимали участие. Желающие принимали участие. Вот вы знаете, все жители нашего Ленинского района, кто участвовал в конкурсе, все, кто могли прийти на презентацию, все пришли. Очень мало людей, которые проигнорировали, ну или, может быть, по каким-то причинам не могли прийти. А некоторые даже ездили потом в правительство Московской области и там делали презентацию своих проектов. Но в любом случае, если ранее день презентации проектов, он проводился, но можно было презентовать или не презентовать, на результат, на победу это не сказывалось, то теперь, я думаю, что, в общем-то, может быть, мы, координаторы премии, тоже пробили вот эту брешь, вы понимаете? Потому что мы действительно, очень многие из всех районов говорили о том, что необходимо презентовать каждый проект, необходимо увидеть автора. Кто-то может быть известный уже в муниципальных образованиях человек, кого-то знает, кто-то работает, например, в какой-то общественной организации, кто-то просто может быть публичный человек. А ведь много людей, которые принимают участие, но которых мы лично в лицо не знаем. Поэтому хотелось бы всех услышать, всем дать возможность рассказать о себе, чтобы у них было больше, у этих людей было больше шансов завоевать призовое место. Вот так как, в общем-то, прием заявок закончится в этом году намного раньше, на целый месяц даже больше, у нас есть ролик, мы его сегодня не будем показывать, потому что у нас ограничено немножко время, мы уже подходим к финалу, а нам еще о многом нужно рассказать. Но этот ролик, он каждый день транслируется на нашем телеканале, до выпуска новостей, после можно его увидеть и внимательно посмотреть, и, в общем-то, изучить эту инструкцию. Но я хочу спросить, вы как координатор наверняка помогаете тем, кто вот сам не в состоянии справиться. Какую помощь вы можете оказать людям, которые хотят, но по каким-то причинам, ну, какие-то сомневаются, например, по каким-то вопросам, или не знают, как эту заявку заполнить, можете помочь? Татьяна, конечно, мы можем. Вы знаете, мы в администрации Ленинского района создали рабочую группу, которая занимается как раз организацией проведения этого конкурса на территории нашего Ленинского района. Смотрите, в городе Витное уже работают, организованные работают, три консультативных пункта, где могут оказать помощь и в написании, в оформлении заявки, в отправке ее на конкурс. Потому что в этом году, если в том году можно было и по электронной почте отправить заявку, оформленную в Excel-формате, то в этом году на премию можно заявку подать только онлайн на сайте премии нашей Подмосковья. И поэтому у некоторых могут быть трудности. Вот в этих консультативных пунктах мы обязательно поможем все сделать. Три пункта, два из них на базе общественной палаты Ленинского района работают. Территориально располагается один пункт во дворце Спорта Витное, другой в МВЦ. В МВЦ там есть общественная приемная исполнительных органов власти Московской области. Там же базируется у нас общественная палата Ленинского района, идет прием. И там всегда есть человек, кто может оказать техническую помощь, ну и творческую тоже. Может быть, вам куда-то можно позвонить, чтобы связаться, чтобы вы рассказали? Да, конечно. Вот также я работаю в администрации Ленинского района, кабинет 102, на первом этаже, рядом от центрального входа, это школьная 26А. Вы знаете, это третий пункт у нас такой вот в районной администрации. Я скажу сейчас свои телефоны. И еще во всех городских и сельских поселениях, которые входят в состав Ленинского муниципального района, можно обратиться в местные администрации. Там обязательно окажут помощь людям, которым требуется эта помощь в оформлении и отправке заявки на конкурс. Мои телефоны, пожалуйста, запишите. 8-495-548-0283. Еще один телефон есть рабочий. 8-498-547-14-72. Я сейчас повторю телефоны. Кто не успел записать, записывайте. 4-495-548-0283 и 4-498-547-14-72. Это вот непосредственно Светлана Михайловна. Татьяна, информация также была напечатана в газете «Видновские вести», регулярно тоже будет обновляться. Также на сайте администрации Ленинского муниципального района есть. И также контактная информация о всех наших консультативных пунктах имеется и размещена на сайте премии «Наша Подмосковья». У нас немножко времени осталось, но вот вопрос, который поступил к нам от Галины Витальевны, мне кажется, он очень интересный. Как вы выявляете лже-проекты и были ли такие случаи? Мне кажется, на самом деле, что вот эти изменения в правилах, они, наверное, на то и нацелены, чтобы меньше было случайных проектов. Правда? Ну, да, конечно. Хотя все может быть. Вы знаете, рассматриваться на соискании премии точно не будут проекты, которые, например, уже ранее были представлены на конкурсы, которые уже завоевали премию, а потом остановились в дальнейшей своей… В развитии. В развитии, да, остановились, и больше нет там никаких изменений. Такие проекты не будут претендовать уже на премию. Потом такое может быть, что вот кто-то разработал проект, разработал, а подает этот проект, вы знаете, не автор, не тот, кто разработал, а просто кто-то вот взял чужие идеи или что-то, и выдает это за свое. Такое тоже может быть. Вы знаете… Ну, и за этим проектом нет каких-то реальных дел. Тоже ведь такое может быть? Может быть, да. Как это проверить? Как это проверить? Для этого необходимо обязательно презентовать проекты, их видеть. Надо выезжать на место. Тогда видно, да? Тогда видно, конечно. Надо выезжать на место, потому что, когда проходят дни презентации проекта и презентуются проекты, то там обязательно такая комиссия, рабочая группа, обязательно представители из общественной палаты Московской области или из Совета по присуждению премии, они, вы знаете, и вопросы задают. И если действительно мы, как местные жители, если в чем-то усомнимся, обязательно съездим, проверим, посмотрим и разберемся, чтобы сделать также свое заключение. Итак, до 24 июня можно подать заявку на участие в проекте «Наша Подмосковья». Я думаю, что наш сегодняшний эфир тем, кто хочет поучаствовать в этом году, в этом конкурсе, наверное, помог. И наша беседа была интересна тем телезрителям, которые действительно делают добрые дела. Делай добрые дела. И о них нужно знать об этих делах и рассказывать. Я думаю, что наши жители в этом году также активно будут принимать участие в конкурсе. А проект-то мы увидим впереди. А на этом наш эфир заканчивается. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин